Женщина, которая меня родила, она мне выпресла в мусорный ящик. Какой бог! За место под солнцем надо зубами, руками, ногами драться. Ну, как говорили, счастье не в деньгах, а в их количестве. Я решил, как бы сказать, своей зарплате делать немножко приварочек такой, да? Сколько надо, столько печатали, что мы так? Прокурор требовал расстрела. Это потеряно, и убьют или заражены такие не освобождаются. Вы ему хоть 10 давайте, бесполезно. А я уже это читаю, знаешь, в переводе Сикорского. Змеиное отродье, Сикорский, если ты не покаешься, твое место в аду, я раз, я уже мокрый. А Иисус говорит, я дверь овца, вы тебе пажите найдете. Он не хочет, чтобы мы шишки набивали. Войдите. Разве это не чудо? Скажу больше, Саша, я не свирота. Я не свирота. В поисках настоящего счастья люди склонны пользоваться даже фальшивыми средствами. В этом смысле мы все отчасти фальшивомонетчики. Кто-то рассчитывает на удачный брак, другой видит счастье в успешной карьере, третий уповает на собственную религию. Герой нашей передачи верил, что счастье могут обеспечить деньги. Много денег. Если нельзя заработать, почему бы просто не напечатать решелон? Так много лет назад Виктор Сикорский стал фальшивомонетчиком. Ему легко было оправдать свой выбор. Трудно найти человека, которому судьба была бы столь несправедлива, как участнику сегодняшней передачи. Новорожденный младенец, выброшенный собственной матерью на улицу – это он. Воспитание казенного детского дома, обделенный лаской и любовью – это тоже он. Едва дышащий мешок с костями после фатальной автокатастрофы – это тоже он. Приходится удивляться, как он только смог выжить. Но не деньги сделали его счастливым, не потому что были фальшивыми. Даже за настоящие деньги можно купить только фальшивое счастье, одну его видимость. И все же Виктор Сикорский нашел свое счастье. Совсем не там, где искал, и совсем не так, как предполагал. Что предшествовало тому, что вы оказались на этой дороге? Вот походить по улицам любого города и спрашивать любого человека, «Хочешь ли ты быть счастливым человеком?» Я убежден, что каждый человек скажет, «Я хочу быть счастливым человеком. Хочу». Знаете, вот это заложено естественно в каждом сердце каждого человека – быть счастливым человеком. Но если начинать уточнять, а что ты понимаешь под смыслом счастья, то каждый человек будет говорить нечто свое. Знаете, кто-то скажет, «Я счастлив, у меня хорошая работа, я счастлив, у меня прекрасные дети. Вот мне сейчас мучка родилась, она как вылупнется, я счастливый, прямо вот такой, знаете, не забывал ничего, вылупнется, я как снежинка тая». Вот это естественно, знаете, человек, вот искать это счастье. А моя судьба, она немножко какая-то, ну, я даже в детстве считал, что я какой-то невезучий, несчастливый человек, ну, так считал. Почему? Потому что женщина, которая меня родила, она мне выбросила в мусорный ящик. Моя жизнь пошла по детдомам, интернатам. И, откровенно говоря, в этих заведениях хорошего мало. Я вообще считал, что мир жестокий, я считал, что мир несправедливый, что в этом мире надо уметь постоять за себя. И я думал, что счастье, оно в бицепсах, я считал, что счастье, оно в силе. И у нас в городе открылась секция по самбо, я пошел заниматься. В 17-е лет я уже был кандидат мастера, а в 20-е лет я был мастер против международного класса. Седьмая олимпиада народа СССР, я выиграл серебро своей силой категории. А в 17-м году мы возвращались с Кубы. У нас были молодежные соревнования, сам Фидель Кастром награждал. Получилось так, что под Винницей, Калиновкой мы разбились машиной. Разбились машиной настолько, что водитель насмерть, а меня смело в этой машине, что ее пришлось даже разрезать. И когда приехали эти врачи, то врач говорит, это мешок с костями, везите его в морг. Мы его просто до больницы не довезем. Но сегодня уже как верующий человек, я вижу руку Божью в том, что один санитар говорит, слушайте, может, там все-таки пульс прощупывается. Ну что-то прощупывается. Все-таки давайте все-таки в больницу. И мне в больницу. То есть вы выжили, да? Вы ходили, вас подняли? Да, мне там 8 месяцев, мне оперировали, растягивали там капроны, там все, я до сих пор хожу на палочки. И я решил тогда, что место под солнцем надо завоевывать. А для того, чтобы выкарабиться, надо куда-то поступать, надо дипломы. Вот я учился, я учился на философском факультете. Вообще-то я думал, что философия – это наука, наука, которая даст ответы на все вопросы жизни. И я задавался таким вопросом, чего я ради живу? Когда ты находишь смысл жизни, ты находишь истинное счастье. Да. Просто-напросто. Себя находишь. Да. Я пришел к такой мысли, что все в жизни имеет цену. И, конечно, если у тебя, ну, как говорили, счастье не в деньгах, а в их количестве. Вот когда у тебя будет достаточное количество денег, ты не будешь просто какой-то Витька, а ты будешь Викторией Ивановичем, ты будешь так, с тобой будут считаться. И я тогда познакомился, ну, она сейчас моя жена, вот, я познакомился с Людочкой, и она работала на полиграфии, тут, где метро Довженко в Киеве, там очень большая фабрика. И я когда ходил по этой фабрике, то меня интересовало, а как делается иллюстрация, какова технология. И тут же мысль такая, а могу ли я такое, допустим, что-то делать в домашних условиях. Я собрал полиграфическую аппаратуру, у меня были еще несколько, несколько ребят было, такие тоже единомышленники, которые хотели быть богатыми людьми. — Нет, то есть вы не просто так собирали, у вас задумка уже была, печатать деньги. — Нет, не печатать даже... — Ну так а зачем аппаратура? Откуда интерес к этому? — Я решил, как бы сказать, своей зарплате, да, я потом работал педорганизатором, паспортивно-массовой работе, я решил делать немножко приварочек такой, да, ну... — Тринадцатый, тринадцатый. — Да, тогда была, помните, были макулатурная литература, то есть когда ты сдавал бумагу, да, и все-все. — Я начал сразу с этих талончиков, я печатал эти талончики, я приходил на биржу, я так покажу, сколько у меня этих талончиков, мне их там все, оп, там по три рубля, а если отдельно, то по пятерке, что-то зашевелилось. Потом, если вы помните, в советское время ты не имел права иметь доллары в себе, или там дочь марку у тебя найдут, ты можешь иметь проблемы с законом, потому что ты должен был все сдавать. Если ты приезжал где-то за границей, то тебе давали мне спасел торчеки, и были специальные магазины, которым ты мог брать себе там шар, там, вранглер, там, или лили, что-то, знаете. И я попробовал напечатать 100-рублевый чек, такие зелененькие, помню. И у меня отлично получилось, прямо, ну, красота, посмотрим, все, 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 что надо. Я к этим магазинам, я их раз-раз, у меня были правила дорожного движения, и мне, там, напичканы были чеки, я такой, раз так покажу, смотрите, все, она все деньги тебе отдаст, приносите еще. Потом мы решили, а зачем мы вот эта технология практически та же самая, зачем, когда мы можем выпускать нормальные советские деньги, вот. И мы сделали матрасы на эти 25-рублевые купюры, у нас все были степени защиты, все как надо, Ленин без кашкета, как надо, там, все, все звездочки, все, это надо. Вот, и я вам скажу, за три с половиной года мне ни один человек не сказал, я у вас эту купюру не возьму, она какая-то подозрительная. Хотя купюры были высокие, да, большие, то есть люди присматривались, это не нужно. Ну, да, там, что-то, там, знаешь, там, вот, особенно, там, посмотрели, ну, все есть. Какие вы купюры делали? 25-рублевые, 25-рублевые, или, как называли тогда, четвертаки. У нас вообще была такая идея, что, может быть, стоит и... Я думаю, что Бог остановил нас в этом безумии, просто-напросто, потому что мы хотели уже делать матрицы на 100-рублевые, вот, и даже более того, сделать такой, ну, блок, который бил бы номера на каждой купюре, разные номера, чтобы, как бы, свой монетный двор, такой, все, такое было. Вот, а потом, когда мы взяли одного человека, мы хотели ему дать немножко подзаработать, то есть из 25-ти рублей, он, 8-м, это было его, вот, остальные наши, вот, а он начал своих друзей угощать там, вот, то, там, у пива, то у вино, и за каждый стакан он расплачивался, ну, четвертной бумажкой, и они его спросили, Володя, а что ты, вот, у тебя же есть мелочь? Он говорит, да у меня такие друзья, да они такие специалисты, да посмотрите, все. Вот, через него нас всех, собственно, арестовали, вот тогда, вот так вот, как бы сказать, ну, глупо-неглупо, но я думаю, в плане Божьем, именно вот так Бог решил остановить вот наше безумие. Меня арестовали, вот, я был в Одессе на пляже, и мне надели наручники, вот, жена говорит, в чем дело, я говорю, да вот это недоразумение, жены не знали, чем занимались. Серьезно, ваша жена не знала? Не знала. И сколько лет в этом занимались, она не знала? Три с половиной года занимался, если она спрашивала, откуда у нас такие деньги, откуда у нас что, я говорю, да вот, человек тонул, я его спас, он богатый буратино, он взял меня, вот, отблагодарил. Я скажу, что я не был счастливым человеком, вот, желание быть счастливым, и вот это счастье не было удовлетворения, не то, все не то, вот так. И когда нас судил Верховный суд, на Чикистов 4, тут Верховный суд Украины, вот, то прокурор требовал расстрел. И даже адвокаты говорят, мы бессильны вам чем-то помочь. И оно действительно так. И он говорит, если бы там, ну, сто, а вы даже не помните, сколько вы их напечатали. Ну, не помните, знаете, ну, сколько надо, столько печатали, что мы там. Если помните, 85-86 год, тогда Горбачев пошел к власти, вот, и нас никого не расстреляли, но 40 дали большие. И если бы вы меня в то время увидели, вот так, и сказали, слушай, а за что ты отбываешь наказание? Я сказал бы, я, я ни за что. Я хороший человек. То есть, как? Вы так совершенно искренне верили? Да, я верил. Ну, как, мы же знали, что вы преступления делали. Ну, я, да, понимаю, я считал, что в мире все делают преступления. Вот. И виноват тот, кто попался, знаешь, а кто не попался, тот умеет жить. Я так считал. Я считал, что добрее меня, наверное, во всем мире нету человека. Я ни одной старушке не обойду мимо, если не тыкну четверток. Пусть и фальшивый. Но я хороший человек. Я так считал. Просто, да, просто. А в то время еще сидели люди за веру. В то время, когда мне арестовали в 85-м, потому что их выпускали в 88-м году, когда было тысячелетие крещения Руси, вот тогда узников совести и верующих выпускали. И когда они мне говорили, Виктор, Бог тебя любит. Знаешь, я не воспринимал это. Когда они соберутся где-то там молятся, знаешь, там где-то там полслова поют себе. Если бы мне кто-то сказал, слушай, пройдет время, ты будешь такой, как они. Я сказал, как они никогда в жизни. Вы что, ребята? Мне не так посмотрел, не так сказал. Мне неделя не проходила, чтобы я с кем-то не поцапался. Саша, не приходила. А в 89-м году, это 7 августа, это впервые, не то что на всем пространстве СНГ, впервые порядок эксперимента было такое. А ну давай пустим этих верующих в тюрьму, посмотрим, что с этого будет. Тогда был Бакатин, министр МВД, был 250-й приказ такой знаменитый, взаимоотношениях, знаешь, там вот такой. И к нам впервые 7 августа приехала группа верующих. Вот они приехали, я говорю, а там какие-то христосики приехали. Христосики, знаете, вроде недавно 40 им давали. Знаете, а тут вот открыли и запустили. И у нас был кинотеатр «Снежинка» назывались. Просто лавочки под открытым небом. Сейчас на этом месте построена такая православная такая часовня красивая. Знаете, на этом месте. Бог чуден. И там эти лавочки были. И выступ такой. И они там пели. Они рассказывали стихи. Они говорили о разбойнике. Знаете? И, вы знаете, я вообще-то думал, что так красиво петь даром никто не будет. Это где-то в филармонии наняли. Это им хорошо там заплатили, потому что так даром, так красиво, хорошо петь, никто же не будет. И вот когда они говорили о Боге, что Бог есть любовь, а я так слушал и думаю, ну, больные люди, какой Бог? За место под солнцем надо зубами, руками, ногами драться. Да если я уши опущу, то по мне тут стадо бизонов пробежит, сухого места не останется. Что они тут рассказывают? Я на начальство посмотрю, на них посмотрю. Думаю, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть выражение «чуть от безбаяна», знаете? Вот так слушаю, а он говорит, вот смотри, вот Бог говорит, Бог говорит. И он, когда эту Библию говорил, знаете, вот у меня такое было чувство, как приговор Верховного суда, апелляции не подлежит. Вот, Бог, вот, оно так, оно и есть, это Бог. Слушайте, и я так мне заело то, что я вроде так о Боге знаю, но самого источника, самого Библии я не читал. Наверное, вот эта уверенность, уверенность, о которой человек говорил, как вы говорите, апелляции не подлежит. То есть вот так и не иначе. Да, да. Тут было видно, что он этим живет, он этим дышит. Он не просто, знаете, вот так, знаете, вот знает о Боге. Ну-да. Знаете? Да, да, да. Есть много знают о Боге, но не знают о Боге. Увы. Когда они приехали, когда они об этом говорили, ну, я возвращаюсь именно к этому моменту, да, и я так, у меня внутри прямо клокотало. Приехали, нас обманывают, и так технически это все, они так красиво это делают. И я решил выпросить у них это Слово Божие. Слушай, друг, да, я хочу прочитать. Подошел замполит, и этот верующий говорит, вот заключенный хочет, чтобы ему дали Слово Божие. Можно мы дадим ему Евангелие? Тот говорит, кому? Сикорскому. Да это ж потерянный. Это потерянный. Его убьют или зараженные, такие не освобождаются. Вы ему хоть десять давайте, бесполезно. Я говорю, не надо десять, ни одну. И он мне дал этот Новый Завет и сказал, пообещай, что ты прочитаешь с первой буквы до последней точки. Я сказал, обещаю. И сам себе думаю, ребята, в следующий раз вы приедете, я с вами на равных. Я вам докажу, что вы заблуждаетесь. Вот такие у меня были настроения. И когда они ушли, я тоже так, раз. А он еще сказал, прежде чем открыть, если ты хочешь, чтобы Бог тебе открылся, прежде чем открыть, ты помолись. Скажи, Господи, открой глаза моего сердца, разуми, настави меня, да, и потом читай. Хорошо, хорошо, да. И я молился так, Боже, я не знаю, ты там есть или нет, этому типу пообещал. Ты мне тут что-то должен открыть, давай, открывай. И начинаю читать. Авраам родил Исаак, Исаак родил, что-то мужики рожают. И все выписывал, 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 да. Я очень так хорошо выписывал. Даже у меня такое чувство было внутри. Я понимаю, что это чувство от князя мира сего, который говорит, Сикорский, ты молодец, твоя работа уже на докторскую тянет. Ты хорошо простудировал, бросай. Я думаю, не, не, дочитаю до конца. Знаешь, когда я дочитал до конца Евангелия, я откровенно говорю, я мало что понял, на сегодняшний день, я сейчас заканчиваю семинарию. Через год я буду иметь уже степень магистра, да. Я Библию люблю, я ее перечитываю уже 37-й раз, от бытия до откровения ничего не пропускаю. Знаешь, и каждый раз, когда ее читаешь, действительно что-то еще, еще, еще-то открывается. Действительно, в каждой буковке горы мудрости. Но в тот момент, когда я прочитал это Евангелие, да, я тебе скажу, Скорей, я мало что понял. Я мало что понял, что на сегодняшнее время. Но я понял одну маленькую историю. Я не так живу. Я неправильно живу. Вот это сознание, я не так. И, знаете, вот кто-то так тебе встряхнул, и ты как-то вот вроде так привык так смотреть, под таким углом, да, а то ты уже как-то под другим углом взглянул. На себя, на окружение. Я думаю, у нас тут машина и возня просто-напросто. Мы разбегаемся, лбом, лупимся об стенку, думаем, что мы плохо разбегаемся. А Иисус говорит, я дверь овца. Вы эти депажите найдете. Он не хочет, чтобы мы шишки набивали. Войдите. Вот, знаете, и у меня борьба такая была внутри. Это сейчас просто, знаете, вот, приходят ко мне, будут люди, говорят, мне очень тяжело на сердце. Я не знаю, как мне быть, что мне делать. И я счастлив, что я могу подсказать. Друг мой, тебе надо поправить свои отношения с Богом. Или возобновить это отношение. Или это отношение. Тебе, чтобы открыть дверь для Божьей благодати, тебе просто надо склонить свое сердце. Знаешь, там, вот встать перед Господом на колени, сказать, прости мне грешного. Прости. Не надо ему пришлять. Он даже знает то, что ты забыл. Но когда ты ему от глубины сердца говоришь ему, вот такого, какого я есть, да? Бог это принимает, он начинает в тебе действовать. Он начинает в тебе уже действовать. Он уже тебя разворачивает. Вот. И я когда осознался, я еще понял, что я стою на краю пропасти, я со скоростью экспресса, я движусь куда? Куда я движусь? Конечно, в ад. Потому что о себе я могу хорошо говорить. Но Бог меня-то лучше знает. Когда прочитал, я понял, что да, была историческая личность, был Иисус приходил, я к человеку в Раде приходил. Я этого Иуду ненавидел. Я думаю, это Иуда, я бы ее разорвал бы. Даже, даже сожаление было, я не в то время родился. Мне надо было две тысячи лет назад. Мне надо было под Вестину. Значит, вы уже стояли на стороне Христа. Я читаю там, покаяться, если бы приблизилось к Царству Божию. Я думаю, что такое покаяться? Что такое покаяться? Что, я в кусповинной писатель? Что, ты еще добавишь в руку? Ну, как? Кого не спрошу, никто не знает. И в 89-м году вот была такая борьба внутри, потому что дьявол говорит, не сейчас, не сейчас. Выйдешь на свободу, знаешь, пойдешь в церковь, все. Его назначение, знаете, вот так. Он же не отрицает, что Бог есть. Он отрицает, что Слово Божие, оно Божие. Но он говорит, подожди, подожди, не спеши. Вот это подожди, не спеши. Многих людей вергают в вечный гидрю. Вот эта борьба у вас происходит. Что дальше? Какой была встреча с Христом? Да, я проходит борьба, потому что действительно, между добром и злом, между светом и тьмой, между благословениями и проклятами, она проходит через сердце человека. Совершенно верно. Вот эта борьба. Это было невыносимо. Я думал, что ну что-то. Как долго это длилось? Это длилось, ну, для меня кажется, оно очень долго. Хотя, ну, может быть, там несколько недель. Но вот это я все... Мои мысли вокруг него. Мое слово. Я уже читаю, я читаю, открываю Евангелие. Порождение хитинных. Кто нушил вам бежать от будущего гнева? А я уже это читаю, знаешь, в переводе Сикорского. Змеиное отродие, Сикорский. Если ты не покаешься, твое место в аду. Я раз, я уже мокрый. Думаю, все, надо делать этот шаг. Знаете, просто напросто. А потом, ну, драки в тюрьме, это нормальное явление. И два заключенных подрались между собой. Один другого убил. Знаете, за одно слово, что тот на него сказал, ты баба. Я баба? За какие-то две буквы БА. Все. Тот ударил его, и тот уже больше не встал. Я себе так подумал, а если я завтра не вижу, как солнце подымается? А если я завтра не слышу, как птицы подымаются? А где я буду? И я понимал. Я сказал, господи, я сегодня буду каяться. Это было 10 сентября 89-го года. Я выехал за барак, я поселил тряпочку, я встал на колени. Я даже не знал, я считал, что Бог – это как прокурор, а я вот на скамье подсудимых. И мне надо убедить его, что ты такой хороший, что я просто жертва обстоятельств, что если бы не так, было бы иначе, было бы иначе. Ну, вот такая, знаешь, ну, вот такое, знаешь, мне представление. Бог не прокурор. Бог действительно, как Иоанн, говорит, любовь. Потому что, когда я встал на колени, я поднял глаза к небу, те заготовки, которые я придумал, что я скажу Богу, они меня просто, как кто-то пыль так раздул. Я посмотрел на это величие, на те звезды, на это все. Я говорю, Боже, неужели это ты? Неужели это ты? Ты все сотворивший. И неужели для тебя что-то значит, что какая-то песчинка, это мироздание? Ну, какой-то, какой-то зэк, понимаешь? Неужели, когда отброс общества, никому не было, и то, что я читал в Евангелиях, оно мне проговаривалось. Ты дорог для меня, ты бесконечно дорог. И я тогда сказал, Господи, я не знаю, какой будет завтрашний день. Я не знаю. Но с этой минуты, с этой секунды, моя жизнь принадлежит тебе, Господи, с этой минуты. И мне кажется, когда я встал с этих колен, мне кажется, если бы так подпрыгнул, я бы до звезд допрыгнул. А на утро, когда я выскочил на середину барака, я кричу, мужики, я хочу сделать объявку. Знаете, тишина. Что такое подъем в тюрьме? Кто-то хочет еще полежать, а тут уже бегут, дубинками всех поднимают. Кто-то на кого-то наступил, ты смотри, куда ты лезешь, выяснение отношений. А тут и ору на всю секцию. Сразу тишина. Я руки поднял, говорю, видите, руки, вижу. Если я сяду где-то играть под интерес, вы их под гильотину, то станки там металл режут, под гильотину обрубать. Эти руки принадлежат Иисусу Христу. Я сегодня ночью покаялся, я христианин, вы слышите, я верующий человек. Вы так публично, при всех утром так сказали. Даже не думал такого, что я так вот это, выскочу, что-то. Я думал, так себе все будет теперь с Богом, теперь будет с Богом. Выскочил, и вот кричал на весь барак. Некоторые говорили, о, дочитався. Кто читает Библию, дочитався. Кто-то говорил, да пройдет как насморк. Слава Богу, до сих пор не проходит. Слава Богу. Ну, там выражение в десятку. Да. И не прошло. Я потом, каждый человек хватал за рукав. Да мы не так живем, мы неправильно живем. Вот смотри, я еще не умел. Знаешь, я человеку говорю, вот Бог, ты понимаешь, Иисус ради тебя приходил, он ради тебя жизнь отдал. Ну и что? Ну и что? Я думаю, ну как же, дать ему по шее. Я ему, он мне вот такой. Знаешь, как это? Ну, не понимаю, знаете, вот так. И нас бы за какое-то месяц уже было до 40 человек. До 40 человек. Вот. И в основном это вокруг вас. Да. То есть Бог через вас уже. Да. А как ты читаешь, как ты понимаешь, а как то, а как то. Это, это было, это такой опыт был. Это был потрясающе. Это было потрясающе. Саша, я могу говорить и говорить, говорить и говорить, говорить. У нас действительно формат передачи очень маленький. Я могу говорить до бесконечности. Я не сомневаюсь. Потому что Бог, это Бог чудес. Это потрясающе. Это удивительно. Скажите, вы водное крещение принимали в тюрьме? Не, мне ты что, мне хозяин сказал, не, сейчас я преподаю крещение. Вот, недавно, в Буче преподавал, еще 4 человека принимали крещение. Они даже, то у меня есть надувной такой баптистерий, а сейчас они такой бассейн себе вырыли, такой, плиточкой обложили, я уже в нем там преподавали, я уже в нем преподаю, в баптистерии такой сделали. Слава Богу! Знаете, сейчас... Но вы вышли из тюрьмы, уже принимали водное, да? Да. Мне просто, мне начальник тюрьмы, он сказал, что, будут именитые голи приготы? Знаете, ну, у него такое представление, я не знаю, почему у него такое представление. Пока я тут живой, никаких тех самых. Хотя уже было договорено, хотя уже был тогда закон о свободе совести, но он, до того времени. Никуда не денется. И я когда, да, я вышел, я сразу же, вот же, я так, я в одной церкви, там преподайте мне крещение, я говорю, как разбойник на кресте, если бы его снять с этих гвоздей, и он бы и крещение, он все, он бы ходил бы за этими учениками, да? Вот, и у меня такое было состояние. Я принял крещение 8 августа 95-го года. Вот, я принял крещение. Вот, и вот эта церковь, где сейчас Святопол, это уже восьмая церковь, а я участвовал в организации вот этих восьми церквей. Тоже. И это кредо моего служения, кредо моей жизни. Господи, вот я, где я мог быть полезен? Вот я. Сколько той жизни отпущено? Господи, вот ты знаешь, вот, но я хочу вот так, знаете, вот так прожить, чтобы потом, когда придешь пред Господу, услышать, выйди в радость мою, добрый и верный раб. И поскольку Бог меня нашел в этих отчаянных местах, я с 95-го года, у нас на Украине 183 тюрьмы, на Украине. Из 183 тюрьм, из 126, я проводил евангелизацию, провожу служение и готовлю команды, обучение. Сейчас заканчиваю семинарию, то я буду открывать такой институт. вот. Виктор, который никогда не видел и не знал своей мамы и отца, имеет жену. я тебе скажу больше, Саша, я не сирота. Я не сирота, потому что у меня есть Отец Небесный. У меня столько братьев и сестер. Я когда на 70-летие в Черновецкую церковь не поехал, они говорят, мы даже так, ну, обиделись, что ты, ну, не приехал. Они так рады, когда приезжаешь туда. У меня столько братьев и сестер. Я очень счастливый человек. Внучка есть. Меня, да, и внучка, как улыбнется там, я просто таю. Вот. Это тоже Бог подарил. Это, я во всем вижу его руку. Хорошо, если сейчас просто не о Боге, а о семье. Приятно домой возвращаться, где вас ждут, где вас любят, где ваша дочь или сын, кто. Я тебе скажу, Бог тоже работал с моей женой. Дело в том, что, когда нас суд вынес в полную конфискацию, нас конфисковали все, квартиру забрали, все забрали, выбросили на улицу. Квартиры, общежития, то-то-то. Она говорит, если я кого-то ненавидела, так это тебя. Да. Представляете, вот так вот. И те, кто нам завидовал, знаешь, те смеялись над ней, язвили. И я, когда освободился, я позвонил, и открылась дверь, и первая, первая слова, которые я услышал от своей жены, я тебя ненавиджу, то есть ненавижу. Чего ты сюда приперся? Чего ты сюда пришел? Я говорю, дорогая моя, я уже другой человек, у меня Иисус в сердце. Что? Ее слова были. Мне еще тут монаха дома не хватало. Знаешь? И она сказала, с тюрьмы нормальные не приходят. Человек там полгода проведет, нигде пробы ставить. Ты провел там 10 лет. И я стою, я говорю, ну, Ледочка, хоть до утра, ну, хоть до утра. Знаете, вот так. До утра, ладно. Я встал на колени, стал молиться. Что за наказание? Преперлась, это вот она и спать не дает. Она мне, мы как стоишь в Литарапунке, я на русском, но на украинском. И все. А в 6 утра она мне все, уходи, уходи. Я ничего не хочу знать. Вот знаете, вот такое. Я когда вышел, и у меня слезы, и мне тяжело. Я говорю, Боже, я не знаю, мне ни тети, ни дяди. Я не знаю, как быть. Бог тоже вот так провел. Вы что? И меня одна церковь очень приняли. Они мне приняли, я просто считаю, что это тоже Божья милость. Они меня приняли. Но ваша супруга сейчас верующая. Да, да. В нашем доме, когда открываешь дверь, прямо над зеркалом висит такая, в этом доме хозяин Господь, воздайте ему хвалу. Искренно говоря, я иногда эту вывеску снимаю. Она говорит, ты что снял вывеску? Я говорю, вот когда он будет хозяином, я повежу. Но пока ты тут, она говорит, ну себе ваточку, вижай. И мы день начинаем с молитвы, мы завершаем день молитвы. Разве это не чудо? Разве это не чудо? Поэтому Бог наш, это Бог чудес. Просто Бог чудес. Мы благодарим вас. Пусть Бог держит вас, хранит вас, употребляет вас. Это очень сильно и очень мощно, когда Бог берет. Их телезрители тоже молятся. Я так дождаюся телевизорской подготовки молитвенной, а Бог делает. Потрясающе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok